Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Двухметровые сосульки на крышах домов. Кто отвечает за безопасность жителей? Праздники для воров. Как обезопасить свою квартиру? От стрел лис и кабанов. Зачем проводится такое мероприятие? У каждого своя правда. В редакцию обратились представители маневренного фонда. Сосульки размером до двух метров. На улице Рыбацкой жители пятиэтажки боятся заходить в подъезд. На крыше образовались огромные глыбы льда. Они обращались в ЖЭУ, но на протяжении двух недель на их просьбы никто не реагировал. Сосульки на крыше держатся уже две недели. Глыбы льда заглядывают в окна квартиры подъездов. В некоторых местах они размером под два метра. Жители второго дома на улице Рыбацкой боятся заходить в подъезды и лишний раз выходить на улицу. Страшновато, конечно. Особенно с ребенком. Быстрее спускаемся, быстрее поднимаемся, чтобы под козырек попасть. Ну и давно такая ситуация? Ну вот как заморозило, потом потеплело. Ну, наверное, недели две уже. Мы, собственно, гуляем с собакой. Я хожу на работу. У меня жена здесь как бы, ну, постоянно выходит тоже на прогулку. И получается то, что я не могу быть уверен в том, что она, ну, безопасно может выйти из подъезда или зайти туда, потому что здесь огромные просто сосульки висят. Жильцы уже обращались в ЖУ-20. По их словам, диспетчер заявки принимает, но выполнять их никто не спешит. Сейчас уже не падают, наверное, пристыли, а то прям нас там катились. Ну, никто, никаких реакций. Мы позвонили главному инженеру и предложили прокомментировать ситуацию. На момент работает альпинист, очищает кровлю. Вот в предыдущем время мы с вами разговариваем, а там работают альпинисты по очистке вот этих наледей сосулек. Ну, вот сейчас буквально в час все будет очищено. Остается надеяться, что на остальные проблемы и просьбы жильцов второго дома на улице Рыбацкая ЖУ будет реагировать, не дожидаясь приезда съемочной группы. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На прошлой неделе в редакцию нашей телекомпании обратилась рязанка Марина Дорогова. Женщина пожаловалась на условия проживания и работу сотрудников маневренного фонда. Те, в свою очередь, уверили нашу съемочную группу, что информация была сильно искажена. Это подтвердили и другие жители. Теперь Мария Рудая покажет другую точку зрения. Сейчас маневренный фонд находится в здании бывшей гостиницы «Москва». Для погорельцев и владельцев аварийного жилья выделено 44 комнаты. На сегодняшний момент заселено половина. По словам Нины Ермошкиной, которая руководит общежитием более 18 лет, маневренный фонд собираются переносить в другое здание, куда – пока неизвестно. Женщина признается, она отдает работе много сил, и жалобы Марины Дороговой кажутся для нее странными. Она же видела эту комнату. Ей на выбор предложила я четыре комнаты. Она выбрала эту. И вдруг почему-то все не так. Все не так. Хотя у нее в комнате не так и плохо. И она переехала сюда не из элитного жилья. Нина Ермошкина признается практически со всеми жителями. У нее хорошее отношение. Жалоб ни от кого не слышно. Валентина Глухова живет здесь уже 8 лет. Женщине 83 года. Она работала заведующей ателье и шьет до сих пор. Она признается, что условия ее устраивают. Мне удобно. Я жила в частном домике. Он сгорел от пьяниц. Там воды не было, туалета не было. А здесь меня устраивает. Вода горячая есть и в комнате, и холодная. И в туалеты горячие и холодные. Душ есть, в ванной есть. Ну вот, а все еще. Здесь тепло. Топит хорошо. Поставили нам окна. Еще одна жительница Мария Михеева приехала сюда всего два месяца назад из аварийного жилья. 80-летняя женщина сразу постаралась создать для себя уют на новом месте. На полках фото любимых внучек в шкафу иконы. Мне, например, здесь нравится. Конечно, первое время я капризничала. Не привыкла к таким условиям. У меня вообще никаких удобств не было. Все на улице было. Но сейчас я привыкаю. Хорошо. Мне нравится. Комендант показала нам кухню. Как выяснилось, все плиты в рабочем состоянии. Душевая и ванная комнаты хоть и требуют косметического ремонта чистые. Нина Ермошкина признается, за годы работы на ее глазах здесь жили множество людей с разными судьбами. Люди живут, движение есть, выделяют людям квартиры. У меня на сегодняшний день, вот за этот год, пять человек получили квартиры. Четверо получили от инвесторов. И одна семья у меня получает квартиру от управления по жилью. Жить в маневренном фонде, пожалуй, не мечтает никто. Ведь у каждого, кто сюда попадает, случилась какая-то трагедия. Но сделать это временное пристанище уютным в силах каждого человека, уверена Нина Ермошкина. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как обезопасить свою квартиру накануне новогодних праздников? Вопрос, который задавал, вероятно, каждый. Уходя на работу или уезжая в отпуск, в пустую квартиру легко может попасть злоумышленник. Злоумышленнику не составит труда узнать, в какой квартире и на какое время не будет хозяев. Взломать замок – дело пара минут. И после злоумышленник уже спокойно орудует в чужом жилище. Берет все ценное, что попадется под руком телефона, ноутбуки, украшения. Главное – не оставлять все ценности на виду. Эксперты советуют не хранить в квартирах большую сумму денег в кошельках или конвертах. Лучше всего сейфы скрытого или открытого типа. А еще лучше позаботиться о своем жилье заранее. Превентивные методы – это установка видеонаблюдения, установка локальной сигнализации непосредственно с выводом на мобильное устройство. Повысить техническую укрепленность, то есть установка решеток на окнах, установка дополнительных запорных устройств на двери. Можно укрепить и окна незаметными, но крепкими задвижками. Воры, как рассказали в ведомстве, могут проникать в квартиру и таким способом. Опытный грабитель проводит в квартире не более пары минут. Его сложно задержать на выходе. Эксперты говорят, что можно поставить свою квартиру под охрану. Новый год – это всегда отпуска, всегда отдых, всегда убытие со своих мест постоянного проживания, времяпровождение и время для людей, которые хотят этим воспользоваться. Для того, чтобы безопасить свое жилище, рекомендую обратиться в отдел неведомственной охраны в любом месте Рязанской области для заключения договора. Время прибытия сотрудников неведомственной охраны, по словам Дмитрия Попушая, от 3 до 7 минут. За 2018 год они произвели 230 задержаний. Какой способ охраны своей квартиры выбрать, каждый пусть решает сам. Но, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. 18 новых низкопольных автобусов заменили маршрутные такси 77-го направления. Сделано это было для удобства горожан. Теперь автобусы курсируют по маршруту поселок Карцево, поселок Мехзавод. Вместо узких и тесных маршрутных такси удобные автобусы. Новые подвижные составы вмещают в себя до 52 пассажиров. Рассчитаны на комфортную посадку маломобильных групп граждан и обеспечивают беспрепятственный заезд детских колясок. Мы надеемся, что маршрут у нас приживется и будет действительно одушенной для поселка Карцево в связи с городом Рязани. Удобен маршрут тем, что дети обучаются в школах Дашково-Песочной. В поселке Карцево нет ни школы, ни детского сада, ни магазинов. В общем, никаких бытовых условий. И дети наши, соответственно, ездят в город Рязани. И когда 22-й имеет большой разрыв в течение дня, то дети не могут добраться просто-напросто ни в школу, ни из школы. И поэтому сейчас мы просто спокойно за своих детей. Ярко-красный пасс «Вектор Некст» – машина средней вместимости. Автомобили были приобретены компанией-перевозчикам. В дальнейшем, в следующем уже теперь году, в наступающем планируем приобретать еще от 40 до 60 автобусов таких. Я думаю, что в феврале, в марте следующего года мы будем полномерно еще обновлять свой парк. Всего с начала года на городские маршруты вышли 44 таких новых автобуса. Расписание пока работает в тестовом режиме. Интервал движения в час пик от 5 до 7 минут. В обычное время – до 10 минут. В настоящий момент расписанием предусмотрено максимальное количество 18 единиц. Но они будут работать в скользящем графике. То есть пиковые нагрузки будут работать. Большое количество подвижного состава. Там, где будет спадать пассажиропоток, уже будет работать меньшее количество транспорта, но в соответствии с установленным расписанием. По данным Управления транспорта Администрации города, для владельцев транспортной карты «Умка» городская проезд будет стоить 21 рубль. Стоимость социальных месячных проездных билетов в Рязанской области увеличится с 1 января 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Документ касается городских и пригородных перевозок. В настоящий момент льготный проездной билет стоит 350 рублей. С начала 2019-го цена его увеличится до 365 рублей. Исполняющий обязанности начальника Управления транспорта Администрации города Рязани Сергей Рогов сообщил, что стоимость остальных проездных, таких как студенческие, школьные и так далее, останутся на прежнем уровне. Чиновник поделился и хорошими новостями. Стоимость проезда в пассажирском муниципальном транспорте в Рязани менять не планируют. Егор Бурцев ушел с поста уполномоченного по правам предпринимателей Рязанской области. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях 20 декабря. В тексте своего письма Егор Бурцев указал причины ухода. Говорит, что планировалось это еще летом, но произошло только сейчас. Свою работу на посту уполномоченного по правам предпринимателей Рязанской области омбудсмен назвал интересным опытом. Напомним, Егор Бурцев был назначен бизнес-омбудсменом в 2015 году. На тот момент 35-летний предприниматель работал директором городской юридической консультации, состоял в региональной организации Ассоциация молодых предпринимателей. За прошедшие сутки случилось сразу несколько происшествий. Столкновение школьного автобуса и автомобиля. Пожар в многоэтажном жилом доме. В происшествиях погибло 4 человека. Подробности в нашем следующем сюжете. Не справился с управлением на утренней дороге. ДТП произошло в 7.30 утра. 46-летний мужчина ехал из Москвы в Касимов и врезался в школьный автобус. К счастью, Пазик был без пассажиров, в отличие от легковушки. В результате дорожного транспортного происшествия водитель и 50-летний пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Водитель автобуса обращался в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Летальным исходом закончился пожар на Михайловском шоссе. Запах гари первую почувствовала соседка сверху. Она и вызвала сотрудников МЧС. Однако к моменту прибытия хозяин квартиры и его сосед были уже мертвы. По предварительной версии они отравились угарным газом. Они просто оказались собутыльниками. То есть они никаким образом не пересекались раньше. Но когда Геннадий ушел на пенсию, вот как-то стал злоупотреблять. От него ушли его родственники. Что стало причиной пожара, пока сказать сложно. Идет экспертиза. Соседи утверждают, что пенсионер Геннадий, которому принадлежала квартира, не курил. В отличие от его гостя Александра. При этом запах гари чувствовали и за несколько дней до трагедии. Тогда дыма видно не было, поэтому значение инциденту не придали. К счастью, соседи не пострадали. Чего не скажешь об их имуществе. На третьем этаже практически всю квартиру залило. И частично на втором, но уже на первом, там только через стояк в туалете вода прошла. В квартире пострадавших обнаружили еще одно живое существо. Собаку Геннадия спасатели нашли в бессознательном состоянии. Ее удалось спасти. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязанской области начнут отстрел кабанов и лисиц. Продиктовано это далеко не спортивным интересом. В настоящий момент проводятся мероприятия по профилактике возникновения африканской чумы свиней и бешенства. Охота не только в удовольствие, но и на пользу. Как рассказали представители Минприроды, существует норма по численности кабанов и лисиц в регионе. И если с первыми никаких трудностей не возникает, то вот лисиц становится все больше. Говорят, причина в том, что на них упал спортивный интерес. Все бы ничего, вот только они – переносчики опасных болезней. Африканская чума свиней поражает скот, а бешенство – уже человека. И это может показаться невозможным, ведь лис мы гладим нечасто. Да и вообще рыжая плутовка не любит попадаться на глаза. Вот только если она укусит собаку или кошку, то болезнь вполне передастся хозяину. Обстановка в области по двум болезням – африканская чума свиней и бешенства – остается напряженной. В настоящее время запланировано проведение мероприятий по снижению численности кабана до 28 февраля 2019 года. И лисиц до 31 марта 2019 года. Дальше мы проанализируем результаты и, возможно, будут приниматься, возможно, не будут. В зависимости от хода проведения мероприятия. Для охотников есть и дополнительный стимул. Сострел кабанов награды нет. А вот за лисицу можно получить премию. В этом году принят закон Рязанской области о выплате такого вознаграждения. По постановлению правительства области утвержден порядок начисления. То есть охотникам могу одно сказать, что за тушку каждой лисицы, ну, есть определенный, конечно, порядок, ее надо сдать в ветеринарные органы, выплачивается вознаграждение в размере 250 рублей. Работа по сдерживанию популяции проводится не первый год. Обстановка подчисленности кабанов остается, как выразились в ведомстве, безопасной. Поэтому это скорее профилактические меры. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани, в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 55 55. Субтитры создавал DimaTorzok